Для того, чтобы рассмотреть системы координата также их использования, необходимо немножечко вспомнить тот материал, который мы уже с вами знаем. Во-первых, в 3DMAX у каждого объекта во время создания данного объекта возникает опорная точка, которая находится на плоскости начального создания данного объекта, то есть на той грани, с которой мы начали создавать объект. Это опорная точка Pivot Point. Напомню, что у каждого объекта есть геометрический центр объекта, который мы не можем менять. Есть опорная точка, относительно которого производится инструментами трансформации, перемещения, вращения, масштабирования. А вот опорную точку объекта, центр трансформации этого объекта, мы менять можем, благодаря тому, что у нас есть вкладка Иерархия, и здесь, например, команда Affect Pivot Only служит для того, чтобы мы могли выносить эту опорную точку даже за грани этого объекта, туда, куда нам требуется. И все трансформации будут применяться относительно этой опорной точки. Теперь, поскольку мы вспомнили основы, перейдем к самим системам координат. Во-первых, посмотрите, в левый и нижний угол каждого из видовых окон там располагаются вот такие вот три оси, которые характеризуются, как направлена глобальная система координат. Вращаясь вокруг объекта, мы, естественно, видим, что изменяется и угол у вот этой вот управляющей элемента, индикатора системы координат. Напоминаю, что у нас есть трехмерные видовые окна, это окна перспективы, и плоские, иначе говоря, ортогональные видовые окна, они подписаны соответствующими видами. Вид фронт, топ, левт, вид сверху, вид снизу, вид сбоку, с другого бока и так далее. Значит, плоские видовые окна, на них всегда мы с вами наблюдаем две оси, третья ось смотрит на нас. Вот. Где же располагается переключатель видовых систем координат, прошу прощения? Переключатель находится здесь. У нас есть выпадающий список, который содержит 10 вариантов, которые мы можем использовать для того, чтобы изменять системы координат самого объекта. Также есть возможность получить доступ не из тулбара, то есть панели инструментов, а из квадратичного меню, для чего достаточно зажать левую кнопку мышки и нажать... вернее, нажать правую кнопку мышки с зажатым альтом. Вот мы видим вкладку координат, систем координат, вернее. И здесь дублируется большая часть списка, который находится вот здесь, на стандартной панели инструментов. Давайте рассмотрим сами системы координат. Координат первая система называется VIEW. То есть, в переводе на русский, это система VIEW. Так вот, эта система, координат, является системой по умолчанию. Она одинакова для всех проекционных ортогональных окон. Ось Х всегда направлена вправо, Y всегда направлен вверх, Z всегда смотрит на нас. Ну и, соответственно, точка начала координат находится в центре проекционного окна. В окнах проекции ортогонального вида и перспективы используется в данном случае система мировых координат, координат VOLT. Ну, вот мы видим. Как только мы переключаемся на ортогональное окно, у нас сразу Y в одну сторону, X в другую, Z смотрит на нас. В данный момент, когда ортогональное окно неактивно, там демонстрируются мировые системы координат. Но как только мы активируем данное видовое окно, опять XY, плоское окно, взяло свое, так сказать, и выставило XY вот в такую вот позицию. Следующая система координат называется системой координат SCREEN. экрана, и она зависит, соответственно, от координат нашего экрана. В данном случае ось Y будет всегда смотреть вверх, ось X будет всегда смотреть вправо, ось Z будет всегда смотреть на нас. Вот мы проворачиваем, и после каждого проворота, посмотрите, эта система остается, ось Z всегда смотрит на нас. Это будет касаться, собственно говоря, того же, если мы попытаемся ортогональное проекционное окно тоже каким-то образом разворачивать. мировая система координат, третий вариант ВОЛТ. Это система глобальных координат, и в данном случае у нас будут такие же координаты во всех проекционных окнах. Она предпочтительна для ввода данных. Значит, я вам напомню, что когда мы вводим в поля ввода информацию, то вот эти вот параметры перемещений, смещений, они вводятся в глобальной системе координат. Ну и поворачивается глобальная система объекта совместно с глобальной системой видового окна, которая является мировой. Следующий вариант называется система Parent, родитель. Для того, чтобы увидеть, как это все работает, нам с вами понадобится ну хотя бы несколько каких-то объектов. Вот. Значит, сейчас эти объекты между собой никоим образом не связаны. Вот. Несколько сделаем на всякий случай. Воспользуемся инструментом связывания для того, чтобы привязать этот объект к этому, этот объект к этому. Я вам напомню, что в таком случае во время вращения родителя будет вращаться и подчиненный или дочерний объект. Вот. Но в данном случае нас не это интересует. Нас интересует, каким же образом будет вести себя система координат, если мы ее поставим на связанный с родителем объект. Parent. Значит, в данном случае ну, наверное, лучше показать вращение объекта. Перемещение объекта, вернее. Значит, у объекта есть локальная система координат, вдоль которой мы можем осуществлять перемещение. Но если нам нужно вручную перемещать этот объект относительно вот этого вот элемента, мы можем переключиться на систему Parent. И в таком случае эти оси будут установлены так, как установлены оси у этого объекта. Ну, давайте это проверим. Провернем немножечко вот таким вот образом эти объекты и посмотрим значит, локальная система объекта вот и система Parent предыдущего будет выставлена точно под таким же углом, как мы провернули данный объект. Вот. Ну, соответственно, мы можем с помощью данных вещей регулировать перемещение по этим осям в режиме Parent Следующая система координат Local У каждого объекта, когда мы его создаем в глобальной системе оси находятся по умолчанию по граням ну, вот простые геометрические объекты мы создаем значит, по трем граням эти оси соответственно таким же образом будут расположены. значит, ну и соответствующим образом мы можем перемещать объекты относительно этих осей ну, уже можно выбрать относительно вида из видового окна или вида мирового то есть переключаясь между необходимыми элементами мы можем уже позиционировать более точно эти объекты ну, очень хорошо когда есть локальная система координат соответственно мы можем клонировать те объекты по направлению расположения самого объекта а не по расположению стандартного положения ну, более подробно это рассмотрено в лабораторных когда нам необходимо под каким-то углом располагать или клонировать объекты следующая система называется системой гимбл гимбл система она же шарнир это система координат которая упрощает редактирование инициальных кривых при анимации вращения объекта которому на вращение назначен специальный контроллер Эйлер XYZ если вращение объекта вокруг одной оси в локальной или родительских координатах приводит к изменению двух или трех кривых то вращение в системе гимбл влияет на одну кривую давайте рассмотрим конкретный пример использования системы координат для анимации например нам необходимо провернуть вот этот вот элемент и проанимировать данную часть движения если мы откроем поле ввода данных для углов поворота выделим эту ось мы с вами увидим что проворачивается на определенные градусы по всем по всем трем осям анимировать все три параметра для поворота всего лишь по одной оси ну мягко говоря непродуктивно да и довольно тяжело если мы используем систему координат скрин мы увидим что у нас совершенно не в те стороны будет производиться движение плюс все равно по всем трем осям вместо одной совершаются движения и так если мы рассмотрим большинство систем координат мы увидим что все они работают примерно одинаково а система координат локал например самая важная характеризуется тем что у нас вообще не отображаются никак вот эти вот углы поворота в данном случае это является очень печальным если бы не было системы координат гимбал только в системе координат гимбал мы с вами можем проворачивать на конкретные углы по определенным осям для создания анимации вот таких вот персонажев или элементов grid система координат активной сетки в 3d max у нас есть возможность использовать существующую сетку либо использовать пользовательскую сеточку перейдем в режим создания helpers и возьмем сетку и укажем создание сетки а я прошу прощения автогрид забыл включить допустим вот на этих объектах вот две сетки там одна сетка здесь другая сетка допустим еще где либо мы можем выбрать любую сеток и нажать activate grid в данном случае все объекты можно перемещать в проекционных координатах активной сетки например может быть эта сетка или может быть любая другая сетка под соответствующим углом располагающиеся можно взять активировать вот такую вот сеточку любую из них а вот чтобы вернуть это все дело обратно нажимаем активировать home grid то есть основную сетку глобальной системы координат ну и естественно если мы с вами создадим под определенным углом объект зададим на него сторону определенную под определенным углом сеточку активируем эту сеточку то когда мы будем создавать новые объекты ой прошу прощения они будут создаваться на базе существующей сетки и естественно таким вот образом мы с вами можем и перемещаться относительно системы координат активной сетки и создавать объекты на поверхности вот этой вот активной вспомогательной сетки следующая сетка ой система координат называется вокинг рабочая система координат рабочая система координат ориентируется на текущий пивот working пивот по умолчанию там же находится где и центр координат изначально мы можем поменять его опять-таки зайдя в иерархию найдя галочку working пивот edit working пивот и сместить туда куда хотим рабочий пивот и нажмем на галочку use working пивот для того чтобы применить в таком случае эти объекты будут трансформироваться относительно этого вот активного рабочей активной рабочей точки вот значит следующий вариант local aligned локальное выравнивание для демонстрации локального выравнивания мне понадобится такой пример всем нам хорошо известный по созданию объектов сложной формы допустим у нас есть сфера полигональная объект мы перегоним данную сферу в режиме полигонов выделим через один полигончики сверху и попробуем их проворащать по различным осям чтобы увидеть как все непропорционально получается ну и все остальные варианты какие у нас есть можно тоже перепробовать и увидеть что мы получаем объекты весьма странной формы но как только мы выберем local aligned и попробуем уже здесь проворощать мы увидим вот такое чудное чудо при работе в режиме под объектов в editable поле или editable mesh local позволяет относительно оси Z проводить трансформации так сказать исключая провороты по иксу по игреку которые происходят в других осях тем этот инструмент и хорош ну ты нечаянно вытерел снизу объект как бы это не страшно для наших целей вот ну и последний вариант это пик допустим на рядовом экране сверху мы с вами создадим такую композицию я хочу расклонировать вот этот якобы лепесток вокруг вот этой вот сферки значит понятное дело что мы могли бы взять опорную точку переместить ее в центр сферы и дальше провернуть лепесток и проклонировать столько раз сколько нам нужно ну потом конечно обратно установить опорную точку внутрь или не устанавливать это дело как бы десятое вот но иногда требуется таким вот образом размножать объекты опорной точки которых очень сложно вернуть в то же место которое было до этого и возможно это требуется оставить что же нам делать мы можем использовать кнопочку выбора пик для того чтобы в качестве опорной точки активного объекта использовать опорную точку другого объекта нажимаем пик выбираем вот этот вот объект и таким вот образом мы создали новую систему координат которая будет называться центр опорной точки опорная точка сферы 001 вот этот объект называется сфера 001 дальше мы выбираем инструмент трансформации и выбираем сферу 001 для этого инструмента трансформации а и я забыл что вот здесь нужно из списка выбрать вариант использования опорных точек вот этих мы выберем последний вариант который называется использовать трансформ координат центр центр трансформации который здесь указан и в этом случае мы с вами на сколько-то градусов проворачиваем этот объект и получаем сколько копий сколько нам необходимо главное не забудь вернуть центр трансформации здесь на место ну и здесь тоже выбрать стандартную систему координат для того чтобы не перепутать значит в чем главная особенность при работе с вот этими объектами с центр системами координат системы координат они указываются конкретно для инструментов трансформации для каждого конкретного инструмента трансформации вот допустим для инструмента выделенного который сейчас есть называется инструмент вращения мы выставили локал нажимаем инструмент перемещения посмотрите здесь уже вьют находится эти инструменты они запоминают те позиции систем координат которые мы для них устанавливаем поэтому никогда не забывайте после каких-то специфических операций возвращать на место соответствующие системы координат в которых вы проводите большую часть моделирования чаще всего это система координат вью далее как мы уже только что увидели для последнего варианта выбора в качестве опорной точки одного объекта опорной точки другой объекта требуется изменение пивот поинт центр тут у нас есть три вариантика давайте посмотрим что что они из себя представляют более наглядно наверное это можно увидеть в данный момент на различных объектах выделенных давайте добавим великий основной объект 3ds max это чайник куда же без него конечно вот значит давайте посмотрим первый вариант который здесь есть юз пивот поинт центр когда у нас выделено несколько объектов мы с вами можем вращать объекты относительно центра каждого отдельного объекта ну это наверное понятно ну и заодно наверное занятно тоже да вот юз пивот поинт центр то есть использовать центр трансформации объекта второй вариант называется юз селекшен центр то есть используется для вращения центр выделенной области так давайте мы немножко увеличим число волшебных чайников выделим и увидим что центром является вот этот объект так хорошо прощение центром зоны выделения является вот эта часть и вращаться мы будем уже относительно этого центра то есть в первом варианте у нас каждый объект вращается относительно своего центра во втором варианте выбирается центр выделенной области находится какая-то центральная точка и вращается относительно ее ну и в третьем варианте юз трансформ координа центр мы можем вращаться допустим относительно сферы ну или если мы выбрали в качестве пивот поинта допустим вот этот вот чайник то вращаться мы могли бы относительно этого чайника мы можем указать относительно чего может осуществляться вращение то есть всего три варианта центр конкретно каждого объекта центр выделенной области и конкретный элемент который мы зададим вот здесь вот мы кстати можем между ними переключаться и уже несколько объектов несколько новых систем координат объектных у нас тут появилось вот ну ну вот пожалуй на сегодня хватит благодарю за внимание развивайтесь обучайтесь вместе с нами с нами Продолжение следует...